добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хочу дать вам четыре причины почему говорение на иных языках является признаком крещения в духе святом первое именно это пережили апостолы когда дух святой сошел в горницу в иерусалиме и огненные языки почили на каждом из апостолов они начали говорить на иных языках они на не начали петь они не не принесли плоды они не начали быть какими-то другими людьми они начали говорить на иных языках второе именно это свидетельство апостолы признавали когда они наблюдали за другими всякий раз когда апостолы утверждали что вот эти люди крещены в духе святом они говорили о том что эти люди говорили на иных языках апостол петр говорит мы не можем препятствовать им креститься в воде потому что они уже крещены в духе святом потому что мы видим их говорящими на иных языках и третья причина апостолам не требовалось никак не требовался никакой другой знак никакое другое знамение не было ни одного случая описанного в писании чтобы апостолы говорили окей мы видим что эти люди говорит на говорят на иных языках но этого недостаточно нужно посмотреть насколько их благочестивая жизнь будет приносить плоды такие 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 или подтверждение других людей ничего единственное что они ожидали от людей как признак того что они крещены в духе святом это говорение на иных языках и четвертое нигде в новом завете мы не читаем чтобы требовался какой-то другой признак нет ни одного местописания ни одного устного свидетельства или даже косвенного упоминания везде было достаточно говорения на иных языках чтобы признать человека крещеным в духе святом и